Королева бандитов Пхоландиви. Дочь бедняков из ниши касты Пхоландиви бросила вызов всем традициям и обычаям Индии, создав и возглавив неуловимую банду, наводящую ужас на представителей высших каст. А потом стала известным политическим деятелем, любимым бедняками, которых в Индии по сей день большинство. Имя Пхоландиви переводится как «божественный цветок». Вот только судьба не соответствовала имени, не защитили ее многочисленные индийские боги от людских злобы и жестокости. Родившись в 1963 году в бедной семье представителей ниши касты, Пхоландиви была обречена на жизнь, полную страданий и унижений только потому, что с древних времен женщина в Индии считается нишим существом. В Пхоландиви с женщиной можно обращаться как угодно, не боясь быть наказанным по закону. А жизнь женщины из ниши касты – это вообще кошмар. Эти женщины обязаны всю жизнь работать на самых тяжелых, грязных работах, терпеть насилие и жестокое обращение мужчин, особенно если те являются представителями высшей касты, хотя официально дискриминация по половому признаку и по кастам в Индии запрещена. В семье Пхоландиви было пятеро детей, родители были не в состоянии прокормить их. Отец пытался что-то вырастить для пропитания на клочке земли, арендованной у одного из богатеев в деревне Шихпургудда, где проживала семья. В деревне их сторонились. Ведь в семье родились четыре дочери и только один сын. Значит, глава семьи проклят богами. На востоке рождение девочки – несчастье для семьи, а для бедной семьи – настоящая катастрофа. Пхоландиви росла невродителей, строптивой, уже в десяти лет показала характер. В то время родственники обделили ее отца при разделе имущества умершего деда. Отец даже не пытался протестовать, зато десятилетняя девочка клеймила на каждом углу позором младшего брата отца Мэдена, забравшего их долю земли, и довела его до бешенства. Мэдена стоял, чтобы девочку выдали замуж в соседнюю деревню за мужчину в три раза старше ее, насильственные ранние браки в Индии – тоже традиции предков. Фактически девочку обменяли на корову и велосипед. Замужняя жизнь одиннадцатилетней девочки была настоящим адом. Рабский труд от зарей до темна, а по ночам муж жестоко насиловал ее, удовлетворяя свою похоть. Малейшее сопротивление пресекалось с помощью кулаков. Но Пхула не стала терпеть и через год сбежала от мужа. Дом ее приняли с большим недовольством. Она опозорила семью. Мать в ответ на жалобы дочери на жестокость мужа сказала, «Если тебе не нравится такая жизнь, иди и утопись». То, что сделала после этого Пхулан, повергло всех родственников в шок. Она попыталась прожить сама, занимаясь крестьянским трудом и, будучи несовершеннолетней женщиной, бросившей мужа, подала в суд на младшего брата отца, пытаясь отсудить у него долю незаконно присвоенной земли. Девушка главаря банды дела слушалась в 1978 году в Верховном суде штата Утар-Прадеж, и Пхулан Деви выиграла процесс. А дальше все было так, как в старом добром индийском кино. Взбешенный дядюшка и кузен обвинили Пхулан в воровстве, и ее арестовали. Месяц, проведенный в тюрьме, был адом. Охранники избивали Пхулан и насиловали. Однако до суда дело не дошло, не было доказательств, и Пхулан вышла на свободу. Но родственники настроили против нее всю деревню, и опять ее жизнь превратилась в ад. Деревенские мужчины, считая Пхулан проституткой, ведь она от мужа сбежала буквально охотились за ней и ежедневно насиловали, зная, что их никто не накажет. Через две недели Пхулан Деви сбежала из деревни в джунгли, люди для нее были страшнее диких зверей. Она чудом выжила и считала, что ей помогла богиня Дурга, мать великого Шивы. В джунглях Пхулан встретила шайку бандитов. И снова богиня Дурга хранила ее. Главарь шайки Бабу Гуджар пытался изнасиловать Пхулан, но за нее вступил Викрам Малас, правая рука Гуджара. Викрам застрелил главаря и спас девушку. Они полюбили друг друга. Скоро о них стали слагать песни и легенды, а Викрам между тем учил возлюбленную Пхулан обращаться с оружием. Она оказалась способной ученицей, быстро влилась в банду, принимая участие в налетах. После того как Пхулан рассказал Викраму о своей жизни, он решил отомстить всем ее обидчикам. И шайка напала на деревню, где жил муж Пхулан. Пхулан деви в окружении своей банды Пхулан деви в окружении своей банды. Мужчину выволокли из дома и жестоко избили, ударив напоследок кинжалом. Бывшие соседи с ужасом смотрели на вооруженную Пхулан, боясь, что она будет мстить и другим мужчинам, тем, кто ее насиловал. Но этого тогда не случилось. Через год шайка Викрама и Пхулан уже контролировала территорию площадью несколько десятков квадратных километров. Они нападали на дома местных богачей, похищали заложников ради выкупа, грабили поезда. По настоянию Пхулан перед каждым налетом бандита ходили в храм богини Дурги, и удача всегда сопутствовала им. Пхулан пользовалась большим авторитетом в шайке. К ее мнению всегда прислушивались, но однажды Викрам ослушался свою Пхулан, это стало для него роковым. Королева бандитов банда пополнялась все новыми и новыми участниками, молву о неуловимом и храбром Викраме разносили люди. И как-то раз к банде примкнул главарь одной из мелких шайек Шри Рам Сингх. Буквально сразу он стал претендовать на лидерство, между ним и Викрамом началась вражда. Кроме этого, Рам Сингх стал домогаться Пхулан, даже попытался ее изнасиловать, но Викрам спас свою любимую и заставил его просить у нее прощения, приставив к голове обидчика пистолет. Мстительный Рам Сингх затаил большую обиду, он был из привилегированной касты, в отличие от Викрама и Пхулан. Вскоре Рам Сингх настроил против Викраме многих участников банды и сколотил свою банду в банде. Эта банда стала грабить дома бедноты из низших каст, и Викрам, чтобы не настроить против себя бедных крестьян, предложил разделить банду по кастовому признаку и разойтись в разные стороны. Но у Рам Сингха были другие планы, он задумал убить Викрама. В августе 1980 года банда Рама Сингха напала на банду Викрама, убила главаря и похитила Пхулан. 24 дня она была в плену, где постоянно подвергалась сексуальному насилию, побоям и унижениям. Но Пхулан смогла убежать, собрала людей с банды Викрама и решила отомстить. 14 февраля 1981 года стал для Индии самым кровавым днем. Только в деревне Бехмай, где проживал Шри Рам Сингха и его брат, начался праздник по случаю свадьбы, как внезапно появились люди в полицейской форме под командованием вооруженной молодой женщины. Лоб женщины был перехвачен красной банданой, символом мести. Пхулан Деви потребовала выдать ей рамы Сингха и его брата, но ей сказали, что братьев в деревне нет. Пхулан не поверила. Ее боевики стали обыскивать дома, вытаскивали на улицу участников банды. Собрав всех, кто надругался над ней, Пхулан приказала им встать на колени, и каждому достался удар прикладом по голове. Потом пленников повели к реке и там расстреляли. Вскоре на берегу лежали 20 убитых и несколько тяжелораненых. И все они были из высшей касты. Индия была потрясена и одновременно восхищена тем, что все это сделала Пхулан Деви. Правда, восхищалась только беднота из низших каст, для которой она стала символом справедливости. Власти же объявили на Пхулан настоящую охоту, а газетчики писали о ее трагической судьбе. И вскоре Пхулан, за поимку которой была объявлена награда 10 тысяч долларов, стала национальной героиней. Бедняки помогали Пхулан Деви скрываться. Стревоженная назревающим народным бунтом, в дело вмешалась премьер-министр Эндир Ганди, а на входе переговоров уговорила Пхулан сдаться. Смерть Пхулан Деви Пхулан Деви в феврале 1983 года публично сложила оружие перед портретом Махатмы Ганди, ликом богини Дурги, и ее арестовали. Затем был суд. 11 лет Пхулан Деви провела в тюрьме. 11 лет ада с насилием и унижением. Пхулан Деви с мужем Малаямом Сингхьядавом Пхулан Деви с мужем Малаямом Сингхьядавом В 1994 году под давлением общественности с Пхулан Деви были сняты обвинения, вскоре она была избрана в Нижнюю палату парламента Индии. В то же время индийский режиссер Шикхар Капур снял фильм «Королева бандитов», прославивший Пхулан Деви далеко за пределами Индии. В июле 2001 года Пхулан Деви была расстреляна группой вооруженных мужчин в масках на пороге своего дома в Нью-Дили. Тяжело раненая Пхулан была доставлена в ближайшую больницу, где в тот же день скончалась. Киллером удалось скрыться с места преступления. Спустя некоторое время один из подозреваемых, криминальный авторитет Шер Сингхран, сам сдался полиции. По его словам, Аню убил Пхулан, желая отомстить за устроенную ей убойню в деревне Бехмай. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok